Всем привет! Ты смотришь Универнил. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Мы расскажем и покажем самые актуальные и интересные новости. Начинаем наш выпуск. Роль информатики в жизни трудно переоценить. Программисты Казанского университета готовы к прорыву. Говорим о медицине будущего. В КФУ на базе CAE трансляционная 7П медицина происходит объединение образования, науки и клинической практики. Программисты Казанского и Федерального совершили неоспоримый прорыв не только в образовательной, но и в научной сфере. Каждый шаг четко расписан и выведен. Какова формула успеха и насколько глобальна эта стратегия? Наш корреспондент узнал на защите дорожной карты Института математики и вычислительных технологий. Все подробности расскажет Аделя Шамилова. В КФУ продолжается защита дорожных карт подразделений ВУЗа. Очередной план развития был представлен в Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального 6 июля. Директор Института Сергей Мосин обратил внимание слушателей на миссию Института, а заключается она в повышении конкурентоспособности Казанского федерального в мировом пространстве. Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ видит свою цель в развитии университета как международно признанного центра превосходства в сфере вычислительной математики и информационных технологий, обеспечивающего подготовку специалистов и проведение научных исследований на мировом уровне. Чтобы выстроить стратегию развития дорожной карты, были использованы не только количественные, но и качественные показатели. Поговорили и об образовании. Сергей Мосин отметил результативность работы, стремительное увеличение иностранных студентов и программы дополнительного образования. Научная деятельность у математиков также не стоит на месте, что подтверждает публикационную активность сотрудников Института. К сегодняшнему дню программистам удалось добиться более сотни публикаций своих статей. Директор Института отметил, что уже к 2020 году планирует значительно увеличить данный показатель. За прошлый год были подготовлены материалы в труды конференции, в журналы, которые индексируются в Web of Science и Scopus. На данном слайде представлено как общее количество таких публикаций, так и срез по соавторству из числа иностранных коллег, а также динамика относительно 2015 года. Не обошли стороной и вопросы интернационализации. 2016 год запомнится математиком подписанием договоров о сотрудничестве с университетами Вашингтона и Женшеня. Далее слово взял Дмитрий Таюрский, который отметил уникальность Казанского университета в подготовке IT-специалистов. Поле, на котором вы играете, мы играем, оно достаточно такое конкурентное. Очень много вузов готовят в области IT. Здесь нужно найти свое место, свою уникальность. А наша уникальность заключается в том, что институт находится в среде классического университета, где представлено много различных направлений подготовки. После защиты дорожной карты данному институту предстоит войти в число тех подразделений, которые составят общую стратегию развития университетской науки уже на республиканском уровне. Нам нужно сделать общую дорожную карту вначале для своих структурных подразделений, с определением ресурсных, которые мы должны привлечь. И второе, потом посмотреть, как это будет вписываться. Точнее, даже, я, может, неправильно сказал, не посмотреть, как это будет вписываться, а написать дорожную карту в целом для руководства республики. Своё видение стратегия развития Института математики и информационных технологий защитил успешно. Коллектив института не только представил общую стратегию, но и перечислил конкретные шаги по достижению поставленных целей, как и предполагает формат. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универниус. В руках каждого врача находится самое дорогое – жизнь и здоровье человека. А для того, чтобы лечение проходило более эффективно, необходимо готовить специалистов нового поколения и продвигать научные исследования в области медицины. Данную проблему решают в Казахском федеральном университете, развивая трансляционную медицину. Что это такое и в чём её преимущество, расскажет Анна Глазунова. Качество и продолжительность жизни людей во многом зависит от науки и от того, насколько быстро и успешно новые разработки в сфере медицины будут внедрены в практику. Объединение образования, науки и клинической практики в Казанском федеральном университете произошло на базе стратегической академической единицы «Трансляционная 7П медицина». Почему мы её назвали? Такое название называется «7П» – «Трансляционная медицина». Первое – «Трансляционная». Ну, потому что мы говорим о том, что все исследования, которые проводятся, надо очень быстро переносить в практику. Вот это вот называется процесс трансляции. Второе. Почему называется 7П? Ну, дело в том, что Лера Ухуд обозначил в своё время медицину 4П. И вот в этой 4П там было так, что вот персонализированная, она должна быть и прогностической, то есть и, так сказать, предотвратить, чтобы, так сказать, сначала прогноз, потом предотвратить. Четвёртое П, которое Лера Ухуд обозначил, это была так называемая «participation», то есть «participative». То есть пациент, когда к нему вот так вот персонально относятся, он должен ещё поверить, исследовать вот этим вот прогнозам и предписаниям. Казанские учёные расширили традиционную концепцию 4П. Этот подход дополнен такими принципами, как подготовка новых кадров, междисциплинарные исследования на дальний горизонт и эволюция соприкосновения больного с медициной не только в больнице, но и за её пределами. В основе всех решений в САЕ трансляционная 7П медицины лежит человек и его здоровье. Главный тренд трансляционной медицины предполагает ускоренное внедрение научных открытий в новые методы диагностики, лечения и реабилитации конкретного пациента. Мы разрабатываем инновационные лекарства для лечения рака, для лечения бактериальных заболеваний, для лечения заболеваний центральной нервной системы, для лечения таких тяжелейших заболеваний, как диабет, атеросклероз. Это всё вот спектр наших, так сказать, разработок. Казанский федеральный университет – единственный вуз в России, в котором создан полный цикл предклинических и клинических исследований в области медицины. А внедрение технологий, разрабатываемых в исследовательских подразделениях КФУ, в рамках САЕД «Рассляционная 7П медицина» осуществляется на базе собственной университетской клиники «Казань». Кроме того, в рамках САЕД «Рассляционная медицина» функционирует пять центров превосходства. Это нейротехнологии, персонифицированная медицина, регенеративная медицина, химия живых систем и биомедицинская физика. На сегодняшний день на площадке Института фундаментальной медицины биологии Казанского федерального создано 22 лаборатории. OpenLab – это площадка, обеспеченная инфраструктурой и современным научным оборудованием. Открытые лаборатории OpenLab представляют собой инфраструктуру, полностью оборудованную и имеющую собственный бюджет структур. Но эту структуру, так же как соты, мы должны заполнять людьми. И мы тогда объявили конкурс несколько лет назад. Приходите и начинайте работать, и реализуйте собственные амбициозные проекты на нашей площадке, но в пределах приоритетных направлений развития университета. Прорывные научно-открытия и инновационные проекты требуют междисциплинарного подхода. Поэтому сегодня в рамках САЕ трудятся не только медики, биологи и химики, но и физики, IT-специалисты, экономисты и даже лингвисты. Одним из таких междисциплинарных проектов, в которые вовлечены специалисты самых разных научных областей, является разработка принципов диагностики и реабилитации больных с фербальными расстройствами. Кафедра русского языка и прикладной лингвистики заключила договор с Институтом фундаментальной медицины Казанского федерального университета, и они работают на стыке лингвистики и медицины. Так называемая прикладная лингвистика, клиническая лингвистика или нейролингвистика. Вот статьи по нейролингвистике очень востребованы сегодня в европейских журналах и американских журналах. В образовательные задачи САЕ входят трансдисциплинарные трансформации... 6 июля в актовом зале Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение диплома выпускникам программы MBA-16. Прямо сейчас предлагаем посмотреть, как это было. Спасибо, что вы выбрали наш университет. И огромные слова благодарности. Я также хочу сказать людям, которые находятся здесь. Этот день должен стать для всех днем радости, днем самосовершенствования и просто хорошим, солнечным, несмотря на дождь, днем. На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok